Лекарства с начала года также дорожают, и на то, чтобы сдержать рост этих цен, решения принимаются на самом высоком уровне. Так еще в начале февраля президент Владимир Путин дал поручение правительству предоставить предложение об организации государственных, иначе муниципальных, аптек. Цены на лекарства в них будут строго регулироваться. Таким образом, рост цен придется остановить и аптекам коммерческим. Нужно отметить, что во многих российских регионах за последние десятилетия государственные и муниципальные аптеки исчезли в принципе. И если им придется, по сути, все начинать сначала, то наша область в этом плане оказывается в выигрышном положении. Юлия Растиженко продолжит аптечную тему. Самый большой приток покупателей в аптеке в сезон гриппа. Люди набирают лекарства от простуды. Что-то от насморка для горла, противовирусное, снимающее симптомы. В общем, все как обычно. В среднем такая корзинка лекарств сегодня стоит порядка 800 рублей. Это на 15% дороже, чем в прошлом году. Ценники поменяли во всех аптеках. Оно и понятно. Почти половина лекарств импортные. Однако после Нового года наблюдался интересный феномен. Резко взлетела стоимость дешевых отечественных препаратов. К примеру, стоил какой-нибудь ревит 26 рублей и вдруг за флакон 200. Парадоксальная вещь, с нашей точки зрения, произошел у нас цены, наверное, дешевые. До 100 рублей, которые стоят. Некоторые препараты, которые стоят 10-20 рублей, подорожали в несколько раз сегодня. Нифтеоловая масть, нафтезин подорожат. Я думаю, что это как раз была реакция производителя, а под шумок, свои российские препараты, которые не пользуются космосом и столь дешево, вот в этой общей суматохе просто в цену поднять. Это первая позиция. Вторая, по той же причине, могли бы сделать и сами аптеки. То есть, потому что производители, вот мы недавно общались, у нас здесь было совещание, мы активно участвуем и собираем у себя представителей Минздрава Новосибирского, что-то при нас приходит, на нашу площадку, чтобы мы понимали, что происходит, и активно в этом процессе участвовали. Ну, почти все встали и официально заявили производители, местные и не местные, что мы цены не повышали. Накануне сам президент и чиновники от Минздрава заявили о необходимости более жесткого государственного контроля фармацевтического рынка. В рознице мы отмечаем сегодня рост цен. Я думаю, с этим связано сегодня заявление президента о государственном регулировании надбавки нам на цену, потому что мы провели встречу сегодня с производителями лекарственных средств, которые находятся в представительстве Сибирска, с продавцами, с большими дистрибьюторами, которые разводят лекарственные средства. Начать диалог сегодня. Польшинство производителей заявили о замораживании цен. В поручении губернатора Новосибирской области Минздрава определено еженедельно мониторирование цен на контракты по льготным медикаментам, на госпитальные препараты и на то, что находится в рознице. Как формируется цена на лекарства? Производитель, дистрибьютор или поставщик и, наконец, розница. У каждого своя надбавка. Средняя разница между началом и концом 15-20%. Фармацевты заверяют, лекарства подорожали несущественно. Мол, зарабатывают аптеки скорее на сопутствующих товарах. Группы Б. Здоровое питание, предметы гигиены, в общем, на памперсах. Да к тому же есть ограничения по надбавкам. Но касаются они не всех препаратов. Больше того, есть лекарства, цена на которые не регулируется государством никак. Попробуем разобраться. Есть несколько групп препаратов. Льготные. Тут жесткий контроль государства. Отпускаются либо бесплатно, либо с большой скидкой в специальных государственных аптечных киосках. Далее. Жизненно необходимое. Список из 4 тысяч наименований. Надбавка строго регулируется государством. Далее препараты, поставляемые в больницы и поликлиники. Их цены тоже под контролем. И, наконец, лекарства в свободной продаже. Вот их ценники свободны, как и они сами. Законно регулируется надбавка от цены производителя до 15-20%. Но есть целый большой список препаратов, на которые цены не регулируются. Поэтому мы сегодня вышли с предложением и к производителям сегодня, и они поддержали сформировать все-таки еще список препаратов, на которые цены были бы мониторированы и обсуждались. Чтобы лучше мониторить и контролировать, Владимир Путин поставил задачу по созданию в регионах сети муниципальных и государственных аптек, имеющих больше полномочий и социально ориентированных. Я вижу смысл в этих идеях, что как раз иметь вот этот инструмент финансовый, что не создавать прибыль, а как раз всю надбавку пускать на социальные нужные, как сейчас и работает по сути муниципальная аптечная сеть. На поверку новое оказалось забытым старым. По сути, описали модель новосибирской муниципальной аптечной сети. Это тоже бизнес-структура, но особенная. Сегодня в Новосибирской области работают почти полторы тысячи аптечных организаций. Из них 168 государственных – это те, что находятся при больницах и отпускают льготу, сотни – муниципальных, остальное – частники. Мы открываем свои аптечные пункты иногда в неинтересных местах, допустим. Это тоже бремя. Но у нас единственное в городе их собственное производство. Мы участники, мы участвуем в оптовых закупках, когда мы продавцы для поликлиник, для больниц. По словам руководителя предприятия, главное сейчас заморозить цены. Частники этим не озабочены. У них, конечно, тоже есть акции и скидки, но это маркетинг, а не обязанность. Мы такие вот островки безопасности, когда мы что-то делаем для заморозки ЦНДАС. Вот мы сейчас запускаем программу лояльности новую, абсолютно новую. То есть у нас будет 15% скидки отдельной карты специально ветеран для ветеранов Великой Честной войны. И потом будет карта социальная с 15% скидкой для многократных семей. То есть, по сути, мы будем эти товары продавать по себестоимости. Но 15% это средняя наценка в аптеках. То есть, понятно, что и мы это делаем, можем себе позволить, потому что у нас такая задача социальная. Чем не может похвастать бизнес? Есть и другая задача – продвижение отечественного производителя. В муниципальных аптеках сделали даже отдельные витрины, где стоят только наши аналоги дорогих импортных лекарств. Но пока половина ассортимента – все же импорт. Есть лекарства, которые просто нечем заменить. Конечно, фарминдустрия в России развивается. В том числе ученые Новосибирского академгородка изобретают новые лекарства. Но процесс этот сложный и долгий. Даже если вот сейчас в процессе интервью я смогу быстренько синтезировать лекарства, которые будут обладать всеми необходимым набором качеств. То есть достаточно эффективно бороться с выбранным видом заболевания, отсутствием побочных эффектов и так далее. Купить в аптеке вы его сможете не раньше, чем через 10 лет. Потому что насколько бы хорошо не работало лекарство, оно должно по всем стандартам пройти большое количество проверок. Впрочем, по словам фармацевтов, в громких заявлениях об импортозамещении есть доля лукавства. Ибо даже если производство наше, составляющие лекарств или субстанции все равно импортные. Как бы там ни было, но регулировать фармрынок начали. И Новосибирск тут отличился. Далеко не в каждом городе смогли сохранить муниципальные аптеки. Там их будут создавать, а у нас уже есть. И сейчас встает вопрос, на их ли основе вырастет новый проект, озвученный президентом. Если да, то на каких условиях аптеки будут входить в федеральную сеть? Будут ли субсидии? В каком объеме? Ну и главное, почувствуют ли покупатели, что в закуп лекарств включился бюджет? Юлия Растиженко, Александр Ведерников. Итоги недели.